Том Сойер Фест. В интернете указано так. Это фестиваль для тех, кто хочет сделать Тюмень лучше. Перейти от слов к делу, выбрать и привести в порядок город, обратить внимание на ценность исторической среды и объединить активистов в деятельное сообщество. Цель благая. И тут появилась в бескрайних онлайн-просторах информация о том, что Том Сойер Фесту нужна помощь. Какая именно, узнаем сейчас у координатора проекта в Тюмени Владимира Скалдина. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Ну, Том Сойер Фест без дела никогда не сидит. Чем вы сейчас заняты? Сейчас у нас самое важное – это работы. Те работы, которые мы ждали уже целый год с прошлого сезона. Сейчас мы работаем на свободу 12, восстанавливаем дом. В 28-м году постройки. У нас сложная работа сейчас в монтаж и счищение старой краски. Готовим дом к покраске и к тому, что уже, наверное, к концу сентября по нашим планам, наша работа будет завершена. И на один красивый объект в городе станет больше. Ну, для того, чтобы мы смогли любоваться на отреставрированный дом, вероятно, нужно больше людей и ресурсов. Мы узнали о том, что Том Сойер Фесту нужна помощь. Сейчас у вас узнать только какая. Помощь нужна физическая. То есть мы, конечно, сейчас в условиях пандемии работаем в маленьком количестве людей. У нас всегда на площадке работают социальные дистанцирования. Но все равно наша площадка вмещает до пяти человек каждый день. Приходят иногда по одному, по два. Редко случается цифра пять. Поэтому очень хотим, чтобы тюменцы понятлись с нашим делом и смогли физически поучаствовать своими руками в нашем труде. То есть прийти на нашу площадку. Мы работаем каждый день, кроме выходных, на улице Свободы. И помочь нам счищать старую краску, делать новый забор и так далее. Работа совсем не сложная. Она не требует никакой подготовки. Многие приходят к нам в первый раз у нас именно. Держат в руках стамески, какие-то шлифмашинки и так далее. Вот такая помощь нам сейчас нужна. Но сейчас нас смотрит большое количество человек разного возраста. Несовершеннолетние могут присоединиться? Ну, сейчас мы решили, что лучше всего работать совершеннолетним. Обычно в прошлый сезон у нас были и школьники под присмотром элитики. Но сейчас такой год интересный, когда мы готовы только совершеннолетними работать. Так, ну с возрастом все понятно. В остальном, несмотря на то, что речь идет о реставрации, я так понимаю, ни художественного, ни тем более строительного образования иметь не нужно, да? Да, у нас большая часть нашего коллектива – это девушки разного возраста, которые, ну, в принципе, никогда ничего не ремонтировали такого капитального. Но сейчас они спокойно сидят и шкулят, у них работа, как мы считаем, по силам. Мы никого не заставляем сильно большие нагрузки испытывать, кто в меру своих возможностей как работает, так и работает. Строительный инструмент нужно какой-то с собой брать или у вас все есть? Мы переставляем все от одноразовых респираторов, которые мы всегда используем каждый день, до, ну, самих ручных инструментов. То есть главное от человека – это прийти в указанное время, которое можно увидеть в наших сетях, играть в наших работах и взять с собой удобную одежду. Спасибо большое за беседу. Искренне надеюсь, что нужное количество рабочих рук соберется, и цель будет достигнута. Хорошего дня. Спасибо большое.